Здравствуйте! О главных новостях в Нижнем Новгороде к этому моменту. Росимущество согласилось вернуть Нижневолжскую набережную городу. Городские власти заявили, что как никогда близки к тому, чтобы получить спорный участок за синим забором. Речь идет о 40 тысячах квадратных метров на главной набережной города. Этот участок находится в федеральной собственности. В 2008 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Трейдпарк», которая собиралась построить там торгово-развлекательный комплекс. В том же году там появился синий забор. В 2012 территориальное управление Росимущества начало попытки отсудить участок у застройщика, утверждая, что никакого разрешения на строительство компания не получала. Планировалось, что она будет просто эксплуатировать сооружение причальной стройки. Администрация Нижнего Новгорода внесла пять новых участков в перечень размещения платных парковок на Нижневолжской набережной, на площади Маркина, на проспекте кораблестроителей и на площади Революции. Администрация намерена направить более 27 миллионов рублей на организацию системы платных парковок в городе. Продажи легких коммерческих автомобилей «ГАЗ» сократились на 26% за 7 месяцев 2015 года, пишет Ниа Нижний Новгород. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Согласно этой информации, в январе-июле 2015 года было продано 27 565 легких коммерческих автомобилей марки «ГАЗ». При этом в июле этого года продано на 1500 машин меньше, чем в этом же месяце прошлого года. На завтра Центральный банк установил следующий курс валют – доллар 63,21 рубля, евро 69,68. Цена нефти сегодня – 50,13. Всего доброго!